Капита Казу Кокуба. Действительно очень интересная модель. Вот уже на протяжении нескольких сезонов остается в бренде Капита. Сразу пройдемся по жесткости. Хотя Капита указывает 6,5 жесткость, но на самом деле по ощущению здесь можно дать действительно такую очень высокую оценку жесткости. Интересная она еще своим прогибом. Помимо того, что конечно же это кембер, вот мы отчетливо видим вот эти зоны кембера. Этот кембер один из самых длинных по эффективной длине вообще в линейке бренда Капита. То есть контактные точки этого кембера на теле они практически начинаются вот здесь, а на ноусе где-то вот в этой стороне. Но потому что здесь еще есть одна очень важная особенность. Здесь доска у нас поскольку направленная, и она направлена именно еще по прогибу. То есть вот от этой части у нас начинается такая технология как ноус рокер. Получается у нас здесь достаточно жесткая, мощная доска. С действительно очень большой, эффективной вот собственно длиной кембера. Это конечно все будет очень круто работать на большой скорости, на прыжках. Конечно потребует и от человека, который катается на данной модели определенного уровня катания. А что же даст нам собственно преимущество вне трассы? Направленная форма, направленная, да, нос шире чем тейл, примерно где-то в один сантиметр. Еще одна особенность, что вот это опять же мы отнесем это к кемберу, позитив к кемберу, что примерно где-то чуть дальше передних закладных к ноусу начинается подъем. То есть еще такая вот интересная особенность, помимо собственно широкого носа, помимо узкого тейла, еще форма в прогибе. Вот именно особенность вот этого Alpine V2 профиля в том, что здесь еще на носу мы начинаем такой рокер. То есть нос у нас чуть-чуть поднимается и собственно что опять же обеспечит нам хорошее ощущение в глубоком снегу. Поэтому, конечно, вот эта модель, она очень интересна прежде всего тем, что она, скажем так, действительно обладает такими свойствами, которые, казалось бы, отличают именно такой парковый сноуборд. Это жесткая доска с большим кембером, с таким действительно, с таким мощным кембером, с достаточно такой щелчок отзывчивости в этой модели, но при этом форма здесь действительно такая направленная, причем она направленная и по шейпу, и по прогибу, и это действительно очень круто. Ну и, конечно, нельзя также не рассказать про космическую начинку Капита, потому что я считаю, что вот все-таки Капит это тот бренд, когда про начинку хочется рассказать, потому что действительно всегда именно внутренности сноубордов Капит, они действительно заслуживают того, чтобы про них рассказали. Конечно же, основа сердечника очень крутой. Он делается из тополя с добавлением павловния, и еще такая опция прикольная этого сердечника в том, что в него впрессованы, то есть это не в виде стрингеров, никаких-то дополнительных накладок, а прям внутрь сердечника впрессованы бамбуковые стержни, и это все находится именно под закладными. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы передать усилия, чтобы усилия от ваших ног, от креплений четко переходили на кант, но при этом общая, скажем так, гибкость, общая жесткость доски не была нарушена. Здесь, помимо, собственно, стекловолокна, триакс, классика жанра, здесь на тейлах, собственно, вот в этих районах, V-образные карбоновые стрингеры, которые делают торсионную жесткость, торсионную жесткость именно тейлов чуть выше, чуть выше, вследствие чего, собственно, вот эти все закантовки, да, вот эта, собственно, фиксация дуги на трассе, она более стабильная, более качественная, более предсказуемая, опять же, к дополнению и так не мягкой, и достаточно такой жесткой доске. По поводу топшита, она сделана из натурального ламината, то есть она, конечно, прикольная в плане вот того, когда мы вот приходим в магазин и смотрим на эту доску, она внешне вызывает действительно положительные эмоции, но с точки зрения, конечно, вот именно дальнейшей эксплуатации, такие крышки, они имеют особенность, ну, знаете, скажем так, достаточно нейтрально терять первоначальный визуальный эффект приятности. Ну и, собственно, конечно, хипердрайв скользяк, хипердрайв, очень крутой скользяк у Капиты, но я вообще могу сказать, ну, если так обобщен, достаточно даже не просто, не только про эту модель, а в целом вообще, что у Капиты, Капита, ну, опять же, по моему мнению, я считаю, что входит именно, она вот действительно, это тот бренд, скользяки которого действительно очень крутые, очень технологичные, и постоянно, скажем так, у бренда работа вот в этом направлении, она постоянно ведет. Конечно, еще хочется сказать, что все-таки такая, знаете, такое резюме, подводим, да, все-таки, что помимо всех, конечно, плюсов, которые есть у этой модели, все эти плюсы рассчитаны для того, кто действительно понимает, для чего он берет эту модель. То есть, это действительно доска, все-таки будем объективны, откровенны, поскольку все-таки мы стараемся как-то, да, максимально объективно, скажем так, рассказать. Это все-таки действительно доска, которая подойдет для человека, который катается очень быстро, на очень большой скорости, на ходах. Уровень человека, который будет покупать эту доску, он должен быть очень высокий, чтобы полностью раскрыть действительно потенциал этой модели. Вот, а не писать потом, что доска не вывозит, или еще что-то, что там не понравилось. Доска сделана очень качественно, она легкая еще, а такая особенность одна еще у Доса от Капита, все забыл сказать, что они действительно очень все легкие. Это вот прям действительно такая особенность. Поэтому Казу Кокуба, конечно, очень крутая, универсальная доска, но есть одна поправочка, которая малюсенькая, вы должны хорошо кататься на сноуборде. Вот, друзья, такая история. Подробно про эту модель вы почитаете у нас на сайте, ссылочка внизу под видосом. Как всегда, полное описание, ростовок, жесткость, какой вес, куда что подходит. Ну, а с вами, конечно, как всегда, был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова